Ребят, всем привет! Сегодня солнечный прекрасный день в Москве, и я предлагаю вам отправиться в галерею братьев Люмьер на выставку фотографа Патрика Деморшелье. Такой необычный формат, конечно, но я все привяжу к Бритне, вы же знаете. А Патрик Деморшелье, он очень много работал с Бритне, у него куча потрясающих фотосессий. Но сегодня я предлагаю вам ознакомиться с творчеством самого фотографа. Братья Люмьер, французы, Агюст и Луи, считаются изобретателями кинематографа. Именно они сняли первый полнометражный фильм. Это была сцена приближающегося на станцию вокзала поезда. И длится он, по-моему, 48 секунд. Сейчас кажется смешным, но представьте, что это было первое вообще в мире движущееся изображение, поэтому люди шли на него смотреть, фотография ожила. И, собственно, галерея в Москве, фотографическая Люмьер, названа в честь братьев Люмьер, основателей кинематографа. Галерея Люмьер открыта в 2001 году, ее директором и куратором по сей день является Наталья Григорьева-Литвинская. Выставка Патрика Деморшелье будет открыта до 3 марта 2024 года, поэтому у вас есть масса времени, чтобы ее посетить. А кто не сможет, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Сегодняшнее видео как раз для вас. Поехали! Друзья, что ж, всем привет! Мы находимся в галерее Люмьер на выставке фотографа Патрика Деморшелье. И сейчас мы пройдемся кратко по экспозиции, чтобы ознакомиться с главными работами фотографа. Как я уже говорил, Патрик был знаменитым фэшн-фотографом и, естественно, снимал большое количество супермоделей. Один из самых знаменитых снимков, три супермодели 90, это Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Науми Кэмпбелл. Цвет, графичность, эстетика случайного кадра была главной фишкой Деморшелье. И он пытался словить случайный кадр. И чаще всего те фотографии, которые выходили, как говорил сам Деморшелье, это то, что было сделано до основной фотосессии, когда он пытался поймать живую эмоцию модели. Еще один знаменитый кадр, где собрались практически все супермодели 90. Классическая черно-белая цветовая гамма. Она сделана как будто бы на бэкстейдже студии. Эта фотография была сделана к столетию американского журнала Vogue, когда Анну Винтер пригласила Патрика для создания серии фотографий. На съемочной площадке собрались главные модели эпохи. Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Крофорд и другие. Схожая одежда моделей подчеркивает индивидуальность и естественную красоту каждой из них. Ну и, конечно, говоря об одной из главных работ Деморшелье, которые представлены на сегодняшней выставке, это знаменитая фотография модели Кристи Тарлингтон, где она с цветком, пышным цветком, Диор на голове. Этот образ был вдохновлен фильмом «Моя прекрасная леди», в 50-х Водро Хебберн главной роли. Патрик создал эту великолепную серию фотографий для британского журнала Vogue. Изысканное сочетание масштабного цветка и хрупкого женского профиля позволило фотографу создать поэтический и всеобъемлющий образ высокой моды. Джоанни Версачи, 1992 год. Эта фотография была сделана за 5 лет до смерти знаменитого дизайнера. Обратившись к треугольной композиции, Патрик Деморшелье ставит на педестал модельера, окружая его моделями в изысканных платьях дома Версачи. Здесь мы видим также Кристи Тарлингтон, Ноуму Кемпбелл. И я забыл этих прекрасных девушек, но это восхитительно. Экспозиция, представленная в галерее Люмьер, посвящена не только Патрику Деморшелье, но и его сыну Виктору. Вы можете здесь видеть серию работ, которые составляют как портреты, так и предметные съемки. В предметной съемке, собственно, Виктор был более заинтересован, но выросший в калуарах фэшн-индустрии, под чужским руководством отца, он создавал также и портреты. Например, вот эта фотография для журнала Harper's Bazaar 2012 года. Ну что ж, мы посмотрели выставку. И пойдемте посмотрим сейчас саму чуть-чуть галерею братьев Люмьер. Очень красивый магазин, конечно, с книгами здесь. Посмотрите, блок у музыка. Там есть фотки-бритинг, кстати, я точно знаю. Деморшелье есть у вас фотоальбомы? У нас есть фотоальбомы с его работами, да? Да, это очень большой проект, в котором Деморшелье работал последние 10 лет своей жизни. Он создал такую перспективную коллекцию фотографий, артирных снарядов Дома Диора, начиная с 1947 года, то есть снарядов Кристиана Диора. Заканчивая 2011-м нарядами Гальяна. И это такая была очень большая история. Дом Диора выставляла все эти наряды, они снимали по всему миру, в Комконге, в Союзе, в Нью-Йорке. Классно. Но это именно книга Диор. Ну вот, это их. Я думаю, что сейчас, может быть, он же после смерти сделает что-нибудь как по Линденбюгу. Да, сделаем. Какие-то издания хорошие. Мы тоже ждем. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, друзья, я думаю, что вам было интересно. Спасибо большое за что смотрите. И моей подруге Наталье, которая снимает это все. Пойдемте, выйдем на улицу Москвы. Сегодня хорошая, потрясающая погода. Мы до этого писали в галерею Люмьер, спрашивали, а будут ли на этой выставке фотографии Бриттен. Нам сказали, что фотографии Бриттен не будет, потому что вообще эта выставка, насколько я понял, она не столько привозная, сколько это архивы, которые хранились где-то здесь, в Москве или у каких-то коллекционеров. Конечно, собираясь на выставку, я видел фотографии в интернете, так называемые фотографии-завлекалочки, когда вы идете и вам показывают, что вы там увидите. Но ты ожидаешь большего, а здесь мы увидели вот ровно то, что было показано в интернете, не больше, не меньше. То есть никаких фотографий принцессы Дианы, Бриттен не спрессиваешь подавно. Очень странно, что на выставке не было никакого мерча, то есть мы не купили там ни открытку, ни плакатик, но, наверное, потому что это все-таки было полуофициально. Не самая официальная выставка, однозначно, да. Спасибо большое, что смотрели это видео. Надеюсь, вам экспозиция понравилась. А обо всех работах Падрика де Маршелье совместно с Бритни Спирс, которых, кстати, было немало, мы поговорим в отдельном видео.